Морозная погода сохранится в регионе до конца недели. При каких условиях могут быть отменены занятия в школах? Почтили память бойцов, погибших в Макеевке. Губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы в Сызрани. Глава города Елена Лапушкина в Самаре. Расчищают город в усиленном режиме. Какая работа ведется на улицах Самары? Ночь накануне Рождества. Как прошли богослужения в самарских храмах? Еще не вошли в ритм после новогодних каникул. Самарские спортивные команды проиграли первые матчи в 2024. Важно, чтобы все органы власти начали первый квартал эффективно и без раскачки. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании, которое провел сегодня. Глава региона подчеркнул, важно уделить особое внимание вопросам, которые остаются на контроле с 2023 года и в соответствии с планами должны быть реализованы в первом квартале. Одним из основных вопросов во время совещания стало обеспечение безопасности в период низких температур. В ночные часы столбики термометров в регионе опускаются до 30 градусов и ниже. По информации областного главка МЧС России, в первые январские дни на территории региона чрезвычайных ситуаций не произошло. Вместе с тем сохраняются повышенные риски возникновения пожаров. Дополнительная нагрузка возникает на электросетях. Сложности возможны и на дорогах. Губернатор призвал по всем этим направлениям осуществить детальный мониторинг и поручил профильным ведомствам в этот период быть готовыми к быстрому реагированию. По данным Бриволжского гидрометцентра, на этой неделе столбики термометров будут опускаться до 27-29 градусов мороза, а местами до минус 32. Решение об отмене занятий в школах должны принимать руководители учреждений на основании прогноза погоды. Решение об отмене очных учебных занятий может быть принято при температуре ниже минус 25 градусов для обучающихся с 1 по 4 класс, ниже минус 27 с 1 по 8 класс и ниже 30 градусов мороза с 1 по 11 класс. Это решение доводится до родителей школьников классными руководителями накануне вечером. В случае отмены очных занятий организуется обучение с использованием дистанционных технологий. В Самарской области почтили память бойцов, погибших год назад в Макеевке. Губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу в Сызрине, где встретился с родными павших воинов. В Самаре памятные мероприятия прошли на площади Славы. В первый день Нового года глава города Елена Лапушкина также встретилась с семьями погибших бойцов и вручила им почетные знаки Самарской области за доблесть и отвагу. На площади Славы у горельефа, скорбящей Родины Матери, почтили память бойцов, погибших год назад в Макеевке, Донецкой Народной Республике. Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по месту временной дислокации российских военнослужащих. Погибли десятки воинов, в том числе и из Самарской области. На площади был организован телемост с губернатором Дмитрием Азаровым, который обратился к самарцам, находясь у монумента «Огонь вечной славы» в Сызрине. Сегодня по всей территории Самарской области вспоминают о гибших героях в зоне специальной военной операции. Сегодня мы вместе с моими товарищами посетим каждую семью, поблагодарим и вспомним. Сегодня вспоминают об этом, конечно, и по всей России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Я низко кланяюсь каждой семье военнослужащих, которая воспитала героя, которая поддерживает сегодня память о нем. На площадь славы почтить память военнослужащих пришли глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, член общественной палаты России Екатерина Колотовкина, ветераны, почетные граждане Самары и области, представители политических партий, общественных и младерных организаций, жители города. Елена Лапушкина отметила, что трагедия в Макеевке для всех стала страшным ударом, оставила глубокий незаживающий след в сердцах самарцев. Глава города обратилась к родным и близким погибших бойцов, отметив, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. После минуты молчания все собравшиеся на площади возложили цветы к вечному огню. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. В памяти павших будьте достойны. В этот же день глава Самары Елена Лапушкина встретилась с родственниками погибших в Макеевке военнослужащих. На встрече присутствовали несколько семей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, родным павших бойцов вручили почетные знаки Самарской области. За доблесть и отвагу. Андрей Бессонов, Сергей Баскин. События. В Самаре расчистка дорог и уборка снега с улиц продолжается в усиленном режиме. В Департаменте городского хозяйства и экологии прошло еженедельное рабочее совещание под руководством первого вице-мэра Самары Алексея Веселова. Профильным службам были поставлены задачи по содержанию городских территорий. Сколько снега было доставлено на площадки временного складирования за прошедшие праздничные дни и какие виды работ предстоит выполнить, расскажет Ксения Баканова. Около 25 миллиметров снежных осадков. Именно столько выпало в Самаре в период новогодних праздников. Зимнее содержание территории города стало одной из основных тем совещания, которое прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии. Первый вице-мэр Алексей Веселов поручил профильным службам нарастить темпы вывоза снежных накоплений. В период снегопада основная работа была по расчистке. Мы управляли тяжелую технику. Это грейдера-погрузчики для снятия, удаления колености. Задействованы каждую ночь порядка от 60 до 80 самосвалов. В среднем вывозится около 2,5-3 тысячи тонн. И за вот эти 8 дней фактически у нас вывезено 27,5 тысячи тонн снега на площадке складирования. Сейчас снег принимают на шести специализированных площадках. Первые дни Нового года отметились резким понижением температуры воздуха. В ночные часы она перевалила за минус 20 градусов. Параллельно с расчисткой территории выполняется удаление наледей и снежных накатов. В работе профильные службы используют песчано-соляную смесь и минеральный концентрат галит. Применение противогололедных материалов необходимо. Работа наиболее эффективна, пока снег не утрамбован. При смене температурного режима это предотвратит образование гололеда. После внесения реагентов идет очистка, подметание. При необходимости доочистка организуется вручную. Специалисты поясняют, реагенты применяются локационно и только в том объеме, в каком необходимо. Повышенное внимание уделяется расчистке и обработке противогололедными реагентами, спусков и подъемов проезжей части, лестниц, тротуаров и других пешеходных зон. На особом контроле – подъезды к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании, касался случаев отравления угарным газом. Очень важная работа по заключению этих договоров по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Департамент городского хозяйства вместе с главами районов продолжают контроль и за отработкой сообщений, которые поступают от жителей, в том числе через социальные сети. Накануне в течение суток на уборку всех городских территорий, включая улично-дорожную сеть, общественные пространства, дворы, внутриквартальные зоны, было направлено 445 единиц техники и 2146 уборщиков. Силы средства сегодня нарастили. Так, только в дневную смену 9 января трудится 3329 дворников и дорожных рабочих. Задействовали 266 машин. Дорожные службы просят с пониманием отнестись к работающей технике. По возможности перемещать свои автомобили на уже расчищенные локации. Также напомнили о необходимости соблюдать знаки запрета остановки, парковки. Это позволит более эффективно и быстро привести город в порядок. Аналогичные работы по расчистке и обработке ведутся на придомовых территориях, дворовых и внутриквартальных дорогах. Жителей также просят оставлять свободными подъезды контейнерным площадкам. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах этого дня. В Самаре планируют возведение второй и третьей очередей улицы Путевой. В документах указано, что строительная длина объекта составит 2,3 км. Согласно опубликованным данным, ширина полосы движения на новом участке предусмотрена в пределах 4 метров. На дороге будут оборудованы остановки общественного транспорта. На первом этапе строительства их будет 10. В перспективе установят еще 4. Плюс обустроенные пешеходные переходы. В качестве покрытия используют асфальтобетон. Предполагаемая скорость движения автотранспорта должна составить 60 км в час. С 9 января текущего года Башкортостанская пригородная пассажирская компания назначает электропоезд номер 7595. Известно, что он будет ходить по понедельникам до Самарской области. Согласно графику движения, электричка будет отправляться со станции Абдулина в 3.16 по московскому времени, а в Похвестнево прибудет в 4.45 по московскому времени. Как сообщили на железной дороге, на станции Похвестнево пассажиры смогут пересесть на электричку до Самары. Отправление пригородного поезда номер 7527 в 6 часов 3 минуты. Прибытие на вокзал областной столицы в 8 часов 48 минут. Время местное. На маршруте Самара-Рождествено возобновили движение судов на воздушной подушке. Сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. В связи с тяжелой ледовой обстановкой на Волге подушки будут ходить в светлое время суток. Из Самары первый рейс отправляется в 9.00. Последний рейс в 17.00. Из Рождествено первый рейс в 9.15. Последний рейс в 17.15. Заход на проран запланирован в 10.00 и 15.00. Напомним, что суда на воздушной подушке перестали ходить между Самарой и Рождествено в конце декабря из-за вскрытия льда на Волге. На линии неделю работали омики. Теплоходы прекратили движение 4 января из-за замерзания реки. Смертельно опасное, в том числе и для человека, заболевание обнаружено в Тольятти. Эпизоотическим очагом признан земельный участок, расположенный в Автозаводском районе по адресу Южное шоссе, дом 149. Прилегающая территория в радиусе 1 километра объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных. Карантин введен постановлением губернатора. Это означает, что на указанных пространствах будут действовать серьезные ограничительные меры. Как отмечается в постановлении, снятие карантина возможно через 60 дней с момента уничтожения последней больной особи. Первая рабочая неделя Нового года началась со спокойного геомагнитного фона. Ученые сделали длительный прогноз геомагнитной обстановки на территории всей России. Вероятность сильных волнений, по их мнению, составляет всего 1%. Период до 5 февраля в Самарской области будет спокойным, и максимум, чего стоит ожидать, это трехбальных геомагнитных возмущений. Да и то всего 5 дней за месяц. 28, 29, 30 января, а также 4 и 5 февраля. В остальное время будет уверенно держаться обстановка в 2 балла. Получили юридические консультации, подлечились, развлеклись и даже трудоустроились. В Самаре прошел форум для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники – активисты районных организаций инвалидов Самары. Подробнее в нашем сюжете. Снеграничков-то лепили в этом году. Лепили больших. Ай, хорошо так как. Форум для людей с ограниченными возможностями здоровья в новогодние праздники прошел в Самарском санатории Волжанка. Участники – активисты районных организаций инвалидов Самары. В течение четырех дней их ждала насыщенная программа – лекции по социальным выплатам, консультации по трудоустройству. Мы объединили здесь все для того, чтобы людям было жить комфортно. Это образовательный процесс. То есть мы рассказываем о наших социальных выплатах, о социальных льготах, о… Приезжают представители МСЭ, это рассказывает об инвалидности, о всё, что положено в данном случае. Для участия в форуме пригласили людей с нарушением слуха, зрения, инвалидов-колясочников, ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС, участников локальных войн. Всего съехалось 100 человек. Все они – жители Самары. Людмила Зуева на форум приезжает третий год подряд. Они нас поощряют, нас здесь объединяют, мы общаемся, здесь все присутствуют инвалиды. Здесь была консультация, нас консультировали, пофты, какие проще, допустим, на переосвидетельствование. Такие были организации, концерты были. В этом году участников форума также ждала насыщенная программа не только обучения, но и лечения, соляная пещера, водные процедуры, массажа, а также творческие мастерские. А в заключении участники форума приготовили праздничный концерт. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Встретить Новый год в разных традициях. Самарский этнопарк «Дружба народов» организовал новогодние праздничные гуляния на каникулах. Проводили экскурсии в народных домах и мастер-классы по изготовлению сувениров. Как прошел праздник, расскажем далее. А у белорусов всегда за столом дранники. Дранники всегда, или колдуны. Это колдуны, которые с мясом, с картошкой. А дранники – это картофельные котлеты, именно там на сало жарят. Какие праздничные блюда готовили и какие традиции соблюдали народы Самарской области, можно было узнать в этнопарке «Дружба народов» на новогодних гуляниях. Помимо обычных экскурсий в разных домах, о быте той или иной народности, специалисты центра рассказывали и о праздновании Нового года и Рождества. На 7 числа на Рождество дети бегали и славили. Обязательно на Рождество, когда дети славили, надо было подавать монетки детям. Чтобы богатые жили, год успешный был, чтобы всегда полная чаша в доме была. Развлекали гостей народных гуляний не только экскурсиями. Для посетителей провели несколько мастер-классов по изготовлению новогодних аксессуаров. В частности, рождественских венков, которые можно было забрать с собой. А в Русском доме была подготовлена интерактивная квест-программа со сказочными героями. Здесь очень атмосферно, уютно, теплое место. Всей семье здесь понравилось. Мы узнали много нового, также познавательная информация, творческая. Смогли вместе сделать такие чудесные, замечательные поделки. У нас интересно всем. Во-первых, очень интересно в домах. По мнению многих наших гостей, те, кто приезжал и с детьми, и взрослые, были удивлены нашими новогодними программами. Потому что даже уходя с наших праздников, они говорили, а мы этого и не знали. Также в течение всего дня на улице были доступны горки для катания на тюбингах, а также лошадь с телегой, в которой можно было прокатиться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В новогодние каникулы 6 января православные верующие отметили один из главных праздников – Рождество Христово. Торжественные службы прошли в пяти городских храмах, главное – в Софийском соборе. Здесь рождественское богослужение возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Подробнее в нашем сюжете. Праздничная служба дарит ощущение благодати и создает атмосферу предстоящих чудес. Так говорят самарцы, которые пришли в Софийский собор в ночь перед Рождеством, чтобы отметить один из самых главных православных праздников. Рождество – это самый-самый мой любимый праздник, и ощутить всю благодать этого праздника можно только на праздничной службе в храме. В это время люди как-то становятся добрее, что ли, чище, и на душе светлее становятся, когда приходишь в храм. В ночь Рождества Христова праздничные службы были организованы в нескольких самарских храмах. Центральным местом стал Софийский собор. Богослужение здесь провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Рождество – самый значимый из двунадесятых церковных праздников. Событие, разделившее человеческую историю на две эпохи. Великое чудо произошло 7 января. Иисус Христос появился на свет близ города Вифлеем, родившись от Святого Духа и Пресвятой Девы Марии. Праздник Рождества Христова – это, прежде всего, всеобщее наше упование и христианская надежда. И потому-то поздравляю всех, будь Господь просветит наш разум светом, евангельское начало. В Рождество принято проявлять милосердие, помогать людям, которые просят о помощи. Прощать обиды и мириться с теми, с кем в ссоре. В праздник запрещены домашние дела, а еще нельзя гадать и проводить какие-либо ритуалы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Сегодня первый рабочий день после продолжительных выходных. Многим он дается непросто. Маникюр, спа-процедуры, прогулки на свежем воздухе, правильное питание. Самарцы рассказали, как они приходят в себя после праздников. Больше гулять на свежем воздухе, дойти до парка, зайти в какую-нибудь уютную кофейню, посидеть там с друзьями. Приятные спа-процедурки можно поделать, девочки могут на маникюр сходить. Спа для ручек сделать, как раз мороз актуальный, особенно для тех, кто без перчаток ходит. Прогулка-спорт. Походить на лыжах, покататься на коньках. Войти сначала в режим после праздников, потому что, может, в праздники многие не спали допоздна. До начала рабочих дней немного отдохнуть от праздников, от гостей. Начинать правильно питаться, забывать салаты, все это, да. С утра встать, сделать зарядку, выпить, не торопясь, чашечку кофе, скушать что-нибудь вкусненькое. Вот и с хорошими, позитивными мыслями отправиться на работу. Не употреблять на праздник. Ничего. Здоровый образ жизни, каток, сейчас много развлечений, все такое. Там, опять же, лыжи, лыжные базы. Пить много воды. Вода – жизнь. Всем советую. Установить свой режим в первую очередь и ложиться спать до 11 часов, поскольку вырабатывается в организме у нас мелатонин, который очень хорошо нам помогает. И водный баланс. Больше спать, выспаться, собраться силами и начать работать. Делать что-то такое, что является одновременно и для души, и для окружающих людей. Тогда это превращается не то, что ты изработался, потом отдохнул, потом опять изработался. Спортивная команда Самарской области пока не успели порадовать своих болельщиков в 2024 году. И баскетболисты, и хоккеисты, и волейболисты провели несколько матчей, но выиграть так и не удалось. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары в первой игре 2024 года на домашнем паркете в рамках единой лиги принимали лидера чемпионата и самый титулованный клуб России – столичный ЦСКА. Самарцы без малейшей робости с первых минут начали показывать мощную игру и даже смогли добиться преимущества в 11 очков. Гости, выбиравшиеся и не из таких ситуаций, еще во второй четверти сравняли счет. Но на перерыв лидерами уходили все же хозяева. Затем несколько раз лидер в матче менялся, а уже в четвертой четверти москвичи на правах фаворитов спокойно довели дело до победы. 82-92 – поражение Самары. Хоккеисты «Лады» тоже пока не знают побед в новом году. Тольяттинцы провели две выездные игры в КХЛ. Сначала автозаводчане уступили в Нижнекамске и нефтехимику в овертайме. По ходу матча «Лада» дважды вела в счете, но упускала заработанное преимущество. Второй раз хозяева сравняли счет за полторы минуты до конца матча. А в дополнительное время за секунду до «Сирены» решили матч в свою пользу. 3-4 – поражение «Лады». Еще один матч тольяттинцы провели в Омске против «Авангарда». К началу второго периода хозяева вели 4-0. Тольяттинцы почти смогли вернуться в игру, но в концовке не хватило сил. 3-5 – поражение «Лады». Проиграли два выездных матча, но уже ВВХЛ и хоккеисты ЦСКА ВВС. Летчики начали календарный год с разгромного поражения от тульского АКМ. Нападающие хозяев показали запредельную результативность и забивали каждые пять минут. Гости ответили лишь четырьмя шайбами. 4-11 – крупное поражение самарцев. В следующем матче ЦСКА ВВС против «Московской звезды» было забито в два раза меньше шайб. Благодаря преимуществу, заработанному в первом периоде, хозяева смогли довести дело до победы. 3-5 – поражение ЦСКА ВВС. Волейболисты «Новы» прервали серию с пяти побед подряд в Суперлиге. Новокубышевцы не взяли ни одной партии в матчах против «Солигорского шахтера» и «Казанского зенита». Обе встречи складывались по похожему сценарию. «Новы» большую часть времени была в роли догоняющего и в первых партиях пыталась навязать борьбу. Но к третьему сету итоговый счет 0-3 можно было предугадать. Это были заключительные матчи первого круга. «Новы» на 11-м месте в таблице. Теперь предстоит снова сыграть по разу со всеми участниками Суперлиги. Теннисисты всего мира начали новый сезон. По традиции первый турнир серии «Большого шлема» состоится в Мельбурне. Поэтому подготовку к крупному турниру спортсмены проводят в Австралии. Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова на соревновании премьер серии WTA в Аделаиде успешно преодолели раунд первого круга. Дарья переиграла американку Клэр Лью 6-4-6-3, а Анастасия справилась с Беатрис Хадатмайей из Бразилии 6-3-6-4. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской сообщает о том, какие дворы преобразятся в 2024 году в Кировском районе. Местной администрации ведется подготовка документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядной организации для благоустройства дворовых пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено еще шесть дворовых территорий. Ожидается, что в апреле-май с наступлением благоприятных погодных условий выборная подрядная организация приступит к работам. Администрация промышленного района сообщает, что онлайн-игра «Открывай Россию» набирает все большую популярность. Игра, выпущенная выставкой России, приглашает примерить роль волонтера и совершить путешествия по регионам России. Вам предстоит собирать русскоины в северной, центральной и южной части страны, попутно открывая для себя ее достижения. Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень. Он создан по мотивам мультимедийной инсталляции «Достижения России». А еще совсем скоро игроков ждет большой сюрприз. Следите за новостями. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о том, что продолжается прием заявок на награждение почетными знаками Самары за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются родители либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющие достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком «За самоотверженность» награждаются жители, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются к главе Самары и председателю городской думы до 1 марта 2024 года включительно. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова